В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, издан всеобъемлющий доклад о международно-правовых обязательствах Республики Армения, как агрессора, оккупировавшего территории Азербайджанской Республики. Как сообщает Азертадж, доклад, основным автором которого является профессор и королевский адвокат Малкольн Шоу, Великобритания, содержит следующие ключевые выводы. Регулярные вооруженные силы Армении принимали непосредственное участие в захвате Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана. Армения незаконно установила на оккупированных азербайджанских территориях марионеточный режим и продолжает поддерживать его существование различными способами, в том числе посредством сохранения военного присутствия на этих территориях. Армения не может снять с себя ответственность за эти нарушения международного права, просто пытаясь скрыть свою роль агрессора за ширмой марионеточного режима. Международное право запрещает приобретение территории с применением силы и, следовательно, никакие действия, предпринимаемые Арменией или ее марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, не могут изменить существовавший ранее правовой статус этих территорий, которые таким образом остаются азербайджанскими по международному праву. Армения несет государственную ответственность за нарушение ею международного гуманитарного права и международного права, прав человека. К таким нарушениям относятся попытки изменить азербайджанские законы и правовую систему, распространяющиеся на оккупированной территории, посягательство на имущественные права и повреждения, или уничтожение объектов культурного и исторического значения, создание поселения армян на оккупированных территориях, ненадлежащее обращение с покровительствуемыми лицами и насильственные исчезновения. Армения обязана как прекратить совершаемые ею нарушения, так и возместить ущерб в связи с ними. Согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, такие обязательства могут контролироваться и осуществляться посредством механизмов, действующих в отношении Армении, таких как договорные органы ООН по правам человека и соответствующие международные судебные институты. Что касается военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Армении в ходе агрессии, то индивидуальная ответственность может осуществляться через национальные суды, включая суды различных вовлеченных или третьих государств, в то время как ответственность Армении как государства может быть обеспечена через соответствующие межгосударственные механизмы. Разоблачающий оккупационную политику Армении доклад, издан и распространен в статусе официального документа Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok